Харе Кришна всем, и мы приветствуем всех вас в Шри Вриндавандгаме на наших обсуждениях этой священной обители. Нама Ом Вишнабадая Кришна Паштая Бутале, Шримати Бхакти Ведантин Свами Нити Намане, Намастей Сарасвати Деве Горавани Пачарине, Нивишешу Шуньявади Пашчатя Дешатарине, Оглори Стю. Шри Рапавопад, сегодня мы будем обсуждать субфорст Нирадаван. Все слава Шоли Парупаде. И так, сегодня мы будем обсуждать дополнительный лес Нарадаван. И я прочитал, что это тихий лес, который окружает прекрасную Нарадакунду. Также он расположен недалеко от холма Гавархан. И Нарадакунда — это то место, где Нарадамуни написал свой трактат о Бхакти под названием Нарадабхакти Сутры. И в Шастра говорится, что Нарадамуни пребывает там вечно. И преданные, которые желают Его благословения для чистого преданного служения, часто приходят туда, чтобы предложить молитвы, повторять имена Кришны и также читать Нарадабхакти Сутры. И это произведение Нарадабхакти Сутры Шила Парупада очень любил, и он планировал его опубликовать. И Шил Парупада перевел и прокомментировал первые тринадцать шлок из восьмидесяти четырех Бхакти Сутр. У него не хватило времени, чтобы сделать это со всеми сутрами. И мы можем обнаружить в письме, которое он написал Сатваруп Махараш, которое было отправлено в 1967 году. Шил Парупада пишет, «Пожалуйста, прими Мое благословение». Я увидел, я хотел бы перевести Нарадабхакти Сутры так же, как и перевести учения Господа Царицы Кунти. Оба они хорошо написаны. И я полагаю, что мы вначале должны закончить произведение учения Господа Чайтани и затем вернуться к Нарадабхакти Сутрам. И Шил Парупада заключается. Тема, которая поднимается и обсуждается в Нарадабхакти Сутрах, уже содержится в учении Господа Чайтани. И мы можем видеть, что Шил Парупада считал эту книгу, это произведение Нарадабхакти Сутры очень важным. И особый шарм содержится в этой книге Нарадабхакти Сутры. И там подчеркивается полное предание верховной Личности Бога. Я пробегался по ней. Сутры я увидел, что они очень сильны и очень их легко можно запомнить наизусть. Вы можете их цитировать с уверенностью, когда Вы проповедуете сознание Кришны. И Шил Парупада часто ссылается на это произведение Нарадабхакти Сутры. Например, в учении Господа Чайтани, страница 53. Там написано, что у кого есть сильное желание обрести Господа, то вскоре это может произойти. И об этом утверждается в Нарадабхакти Сутры. Текст номер 4. Нарадамуни говорит, Это удивительно говорится, что человек, который достигает этого уровня, он становится бессмертным, и умиротворенным. Когда мы становимся сознающими Кришну, мы становимся совершенными, умиротворенными. Мой духовный брат Гопи Паранадхана Прабху, он закончил работу над этим произведением, и таким образом эта книга считается завершенной. И многие другие авторы, они также давали свои комментарии, но тот, кто хочет в действительности познать эту книгу правильным образом, тот должен прочитать и познакомиться с переводом и комментариями Гопи Паранадхана Прабху. Итак, одно из важных событий, которое произошло в этом месте, в Нарадакунде, то, что Нарда составил там это произведение, в Нарадаване, в котором находится Нарадакунда. Итак, каким же образом все произошло, как все случилось, что появился лес, одноименный Нарадаван и Нарадакунда? И я расскажу, как эта игра связана. И когда мы совершаем Парикраму, где-то 20 метров не доходя до Гавархана, там находится это место, и вы можете посетить его, когда совершаете Парикраму. Несколько раз я водил преданных туда, в это место Нарадаван. Итак, как же все это произошло? Итак, однажды, давным-давно, Нарада Муни общался, разговаривал со своим братом, господом Шивой. На самом деле они братья. И Нарада выросил свое желание сделать что-то такое, что раньше он никогда не делал. Никто из них ранее ничего подобного не делали. И что же это было? Это было увидеть возвышенные любовные игры Радхи и Кришны. Нарада сказал, Я видел все инкарнации Господа на протяжении бесчисленных тысячелетий. Я даже видел Кришну, ребенком, играющего в пыли Гокулы и пасущего коров Сурабхи со своими друзьями. Но я не удостоился чести видеть его Лилы с Гопи, тем более его любовные отношения со Шри Радой. Поэтому он сказал, Дорогой Господь, пожалуйста, сделай так, чтобы я мог созерцать это видение. И он обращается Господу Шивой таким образом. Дорогой Господь, пожалуйста, сделай так, чтобы я мог созерцать это видение. Итак, Господь Шива улыбнулся. И Он сообщил Нарадамуне, что Он не может предоставить Ему возможность войти в сокровенные Лилы Кришны. Почему? Потому что Он сам не обладает такой привилегией. Но Он дал Нарадамуне мантру и хороший совет. Он велел Ему отправиться в лес Вриндаван и молиться Вриндадеве. О видении ежедневных восьми Лил Радхи и Кришны. Лилы Радхи и Кришны, они разделены на восемь частей дня. И это тема целой лекции, чем занимается Радхи и Кришна в течение восьми частей этого дня. Но это то, чего преданные жаждут увидеть. И мы также должны быть обучены таким же образом, как об этом говорит Шрила Вишанах Чакравадхакур в восьми молитвах Простоловья. И в восьмом стихе Он говорит, И я помню эту Вринда Аштаку, потому что я помню, как Бадахаридас Прабху пел ее. Так, Шрила Вишанах Чакравадхакур молится Вриндадеве. Он говорит, Так, что те, кто божественные, у которых есть желание участвовать в танце раса, кто жаждет вечно жить во Вриндаване и кто только надеется достичь преданного служения лотосным стопам Твоих самых любимых, Господь легко достигает вечного исполнения всех своих желаний по Твоей милости. Поэтому мы склоняемся к Твоим божественным лотосным стопам. Он пишет здесь, То есть, кто только надеется достичь преданного служения лотосным стопам Твоих самых любимых, Господь легко достигает вечного исполнения всех своих желаний по Твоей милости. И поэтому Господь Шива говорит, ты отправляйся в лес Вриндавана и молись Вриндадеве. И это правильно, потому что она одна из пяти личностей, которая позволяет попасть в Шри Вриндаван Даму. И поэтому Нарадамуни последовал наставления Господа Шивы и перешел во Врадж. И в начале Он сделал, Он совершил полную парикрамму по всем святым местам. Исследуя по Его стопам, мы также совершаем парикрамму по всем местам уже на протяжении шести месяцев. Следует всегда следовать по стопам великих махаджан. И со всем смирением мы следуем по их стопам. И после того, как Он совершил парикрамму в святых мест, Он просто бродил по лесу Вриндавана. Повторяя свою мантру. И как посоветовал Ему Господь Шиву, Он взывал к Вриндадеве. Это очень важно, взывал к Вриндадеве. И это процесс предного служения, когда мы взываем к предным о помощи. И это то, что мы делаем. Мы повторяем Харе Кришну Махамантру. Каждый день. И мы вызываем. О Господь, у дорогая энергия Господа, пожалуйста, позволь мне быть занятым служением Тебе. Это не только количество нашего повторения, но также еще это и качество. Поэтому важно как количество, так и качество. Количество было установлено Шиву Пропада, и это шестнадцать кругов в день. И качество приходит по мере очищения. И поэтому Рупа Госвами говорит в Бхакти Расамрита Синдху, что преданный должен быть терпелив. И пример, который приводится, это когда девушка, когда она ждет ребенка, то ей необходимо ждать девять месяцев до появления ребенка. И поэтому мы должны быть решительны и в то же время ждать, когда естественным образом процесс принесет своих результатов. И кто-то может сказать, но я не могу взывать к Кришне с такой же предностью, которая обладает чистой преданной. Но все равно мы можем попробовать, мы не можем иментировать пирогов, но мы можем следить в их footsteps. Мы можем быть просто как ребенка. Бебка подходит к своей маме с очень сильной. «Мама!» Так что мы подходит к Кришне, как ребенка. Но это работает, потому что мама приходит к ребенку, и Кришна приходит к спасению даже его молодых девушек. И мы можем вести себя, как дети ведут себя. Они кричат, зовут маму, и на этот зов приходит мама. И то же самое, когда мы взываем Кришну, Кришна приходит на наш зов. И взывание Кришны, это является частью нашего процесса. То же самое, как в Госвами, они взвали Кришна. «Кришна, где ты?» В связи с этим Шилупруппада говорит, что преданный, он никогда не говорит, что он видел Кришну. Он всегда говорит, что он ищет Кришну. И это признак, симптом, чисто преданное служение, когда преданный говорит, Кришна, где же ты? То же самое, как описывается это в молитвах шести Госвами, Шадгасвами Аштак. Что это похоже? Восьмой стих. Я offer my respectful obeisances unto the six Госвамис, namely Ши Рупа Госвами. Ши Шанатан Госвами. Ши Раганат Бхата Госвами. Ши Раганат Дас Госвами. Ши Джива Госвами. И Ши Гопа Бхата Госвами. Я предлагаю свои почтительные поклоны шести Госвами. А именно Шри Рупи Госвами. Шри Санатани Госвами. Шри Раганат Бхатте Госвами. Шри Раганат Дас Госвами. Шри Дживы Госвами. И Шри Гопа Бхата Госвами. Которые очень громко пели и повсюду во Вриндаване крича, царица Вриндавана, Радхарани, о Лалита, о сын Махараджинанды, где вы сейчас? Вы просто на холме Гавархана или вы под деревьями на берегу Ямуны? Где вы? Таковы были их настроения в исполнении сознания Кришны. И они испытывают эти чувства высокие. Это называется випраламбабхава. И мы тоже можем взывать Господу то же самое, как ребенок взывают с моей матери. И мы можем молить Кришну, пожалуйста, подними меня, вытащи меня из этого материального существования и сделай одной из пылинок на твоих лотосных стопах. Итак, Нарадамуни отправился в этот лес и взывал к Вриндадеви. И описывается, что после долгого поиска, в конце концов, Нарада пришел к Вриндадеви. И там он нашел Вриндадеви и ее помощниц. Ищи, тот, кто ищет, найдет. В Бавиле и говорится так. Материалистичные люди, они ищут материальных вещей, но преданные они всегда ищут Кришну, и в конце концов, их желание будет удовлетворено. И Господь, находясь в сердце Нарадамуни, привел его к Вриндадеви. И там он нашел Вриндадеви и ее помощник, которые обсуждали приготовление к предстоящим встречам Радхи и Кришны. Нарадамуни является очень известным, преданным, и он очень дорог к Гаудия Вашнаваму. И описывается, что когда Вриндадеви увидела его, то она сразу же поднялась, поприветствовала своего гостя и предложила ему место, и после этого она у него спросила, как она может служить ему. И Нарадамуни был уверен в достижении своей цели, поскольку он следовал наставления, данные ему Господом Шивой. И мы также полны этой уверенности, если мы следуем наставлениям Шилы Прабхупады с верой, энтузиазмом и решимостью. И если мы не отвлекаемся на те уловки, которые готовит Майя. Мы сохраняем Экера Курнандана, когда мы направлены на одну цель. И когда Нарада раскрыл свои намерения увидеть игры Радхи и Кришны, то Вриндадеви смиренно сказала, что, к сожалению, она не может помочь ему. Она объяснила это так, и вот ее слова. Чтобы войти или хотя бы стать свидетелем игр Божественной Четы, нужно сначала развить спонтанную преданность им. И затем, испытывая сильное желание, следует искать помощи и руководство Гопи Враджа. Не следуя за Гопи, сказала она, даже самые выдающиеся боги, Брама или Шива, не могут войти ни в одно из бесчисленных Радхи Раджа. И это действительный факт. Чистого преданного служения очень сложно достичь. Мы не хотим безнадеживать вас, но это очень редко достигается. Но преданные они полны решимости, и я этого достигну. Ясен. Но это не является дешевым. Процесс простой, но он не дешевый. И как этого достичь, описывается в Бхакти Расамрита Синдху известный стих 1.1.35. Продолжение следует... Так, преданное служение очень трудно достичь по двум причинам. Во-первых, если человек не привязан к Кришне, он не сможет достичь совершенства преданного служения, даже если будет преданно служить Ему в течение длительного времени. Во-вторых, Кришну нелегко достичь совершенства в преданном служении. И, услышав это, Нарада Муни немного расстроился. И когда Вринда увидела уныние Нарады, ее сердце смягчилось, и она посвятовала Ему принять прибежище у Вриндавана. Культивируя редкое, достижимое настроение гопи. И Нарада Муни последовал совету Вриндадеви и пришел в лес, который впоследствии стал называться Нарадаван. И описывается, что он отказался от всех удобств и жил под деревом. И совершал аскезы. И описывается, что он был с целеустремленным вниманием. И описывается, что в результате своей практики он развил чувство спонтанного влечения к Кришну. И, следуя наставлениям Вриндадеви, он снова обрел эту удачу снова встретить Вриндадеви. Это произошло в тот момент, когда она шла мимо Его места Бхаджана Нарадавана. Конечно же, ничего не происходит случайно. Это все было устроено Кришной. Это все было устроено Кришной. То же самое, как мы встретили Шива-Пруппаду по милости Кришны, который знал наше желание, и встретил Шива-Пруппаду, который дал нам процесс преданного служения, воспевать святые имена, шестнадцать кругов, и следует регулирующим принципам. И когда мы прогрессируем в сознании Кришны, то следующие этапы будут даны нам. Конечно же, процесс преданного служения описан в книге Шива-Пруппады и других ачарий, который начинается от Ширадхи и заканчивается премой. И как применить это в соответствии с местом, временем встать? Шива-Пруппада пришел и помог нам. Итак, когда Вриндадеви проходила мема его бхаджанакутира, Нарадамуни вышел и припал к ее с лотосной стопан. И описывается, что в этот раз он уже умолял ее со слезами на глазах. Пожалуйста, представь мне Радхи и Кришну. Итак, весь успех нашего сознания Кришны приходит по благословению наших старших. И Вриндадеви была впечатлена его новообретенной жаждой чистой предности. И поэтому она сжалилась над ним. Она привела его к северо-западному углу Кусум-Саровары. Мы уже описывали славу Кусум-Саровары несколько недель назад. И она сказала ему окунуться в воде Кусум-Саровары. И после того, как он сделал это, его тело превратилось в грациозную гопи. Как мы помним, Пурномаси просила Господу Шиву также совершить омывение в Манасаровары, и он также принял форму гопи. Это схожая игра. Но отличие в том, что здесь Вриндадеви предоставила детали Нарадамуни о его происхождении. Шива, он немедленно поспешил в танец расы, не узнав о том, какой гопи он является. И в этом случае Вриндадеви сказала ему все детали, и она дала ему имя Нарадди-гопи. И она рассказала, как следовать, как правильно вести себя в настроении гопи. И она попросила Наради-гопи следовать за ней на Радхакунду. Там, где Божественная пара и их друзья наслаждались полуденными развлечениями. Как описывается, что они занимались там, качались на качелях, купались и играли в кости. Это часть аж такая лилы или восемь частей, которые происходят в течение дня, и я не обладаю квалификацией, чтобы описывать их. Это обычное развлечение, когда они качались на качелях, купались, играли в кости, но она полна глубокого смысла и настроения. Итак, по милости, Вриндадеви, которая позволяет войти с Шри Вриндаван наравне, такие как Гавархан, Пыль, Господь Шива и так далее. Нарадамуни смог удовлетворить желание своего сердца и увидеть аштакалия лилу. И он смотрел на все это с чистым сердцем и с чистым сознанием. И очень интересное произошло в этот момент. Будучи гопи, Нарадия-гопи, Нарада смотрел на эти последние времена, и в тот момент Кришна смотрел на него в его гопи-форме. Он свидетельствует, что это Нарадамуни. И когда Нарадамуни смотрел на все это, то Кришна, Он узнал Нарадамуни и сказал, о, вот это гопи. И он попросил его отправиться в Нарадакунду и написать на Бхакти-сутры наука предного служения. И когда он достиг этого уровня, он почувствовал, что тот обладает все необходимые квалификации для того, чтобы описать процесс предновслужения, поэтому он сказал ему, ты отправляйся назад на Нарадакунду и там составь этот трактат. Ты отправляйся туда, и в форме Нарадамуни составь это произведение. Но Нарада объяснил Кришне, что Дакша проклял его, и тот не мог никогда оставаться на одном месте очень долго. И чтобы, когда он должен был заниматься своим баджаном, ему необходимо было двигаться. И Нарада говорит, что я проклят, Дакша я не могу долго оставаться на одном месте. Мы не будем говорить про этот паст, но это было описано, что Нарадамуни на самом деле не было дакши, 10,000 sons, в том числе прихи, 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 прихи. Дакша had planned that his sons would help him in his service Мы не будем сейчас обращаться в деталях, но в двух словах, что Нарада Муни встретил сыновей Дакши, 10 000, и превратил их, проповедовал им, и они стали все монахами исследовать салабату, и он не был доволен этим событием. Итак, у Дакши были надежды, что их сыновья засели землю, и будут продолжать население пополнять, но так произошло, что они стали монахами, соблюдающими целеват, и они не могли продолжать род, и поэтому Дакши был очень разгневан на Нарада Муни. И вот это проклятие приводится в шестой песне Шамад-бхагавы. The fifth chapter, it's verse 43, Дакши curses Нарада. The fifth chapter, it's verse 43, Дакши curses Нарада. It's a famous curse. He said, you have made me lose my sons once. This is the second time he actually converted all of Dakshis sons. So, you have made me lose my sons once, and now you have again done the same inauspicious thing. Однажды ты заставил меня потерять моих сыновей. Это, на самом деле, уже происходит во второй раз. И теперь ты снова сделал то же самое зловещее дело. Поэтому ты негодяй, который не знает, как вести себя с другими. Ты можешь путешествовать по всей селении, но я проклинаю тебя за то, что ты нигде не будешь, не сможешь жить. Я тебе проклинаю, что ты не будешь нигде жить, это означает, что ты не сможешь долго оставаться в каком-то месте. И Шил Брапада пишет в комментарии к этому стиху, что он тоже был в такой же подобной ситуации. «Хотя у меня много центров, которые были подходящими местами жительства, я не могу оставаться нигде, потому что я был проклян родителями моих молодых учеников». С тех пор, как началось движение сознания Кришны, я путешествую по всему миру два или три раза в год. И хотя мне предоставляют удобные места, где бы я не находился, я не могу оставаться нигде больше трех или недели. И то, что является проклятием для материалистичного человека, для преданного, это является благословением, особенно для отреченного человека. И что касается этого проклятия или благословения, то что касается отреченного, говорится, что когда камень катится, то он не обрастает мхом. Когда кто-то путешествует, то у него нет времени на то, чтобы привязаться к какому-то определенному месту. И проклятие может быть благословением, когда у нас появляется возможность делиться сознанием Кришны с другими. Давать лучше, чем принимать. И все санкхиртаны-девотеи, они знают, что глубокая сатисфакция, которая приходит от compartilяя нашу хорошую счастье с другими. Для меня это основа Кришна-коншенства. В этом этапе, или в любом этапе, правильно? Пабхуапад – это просто, экзалтенный девоте, но он взял огромное удовольствие в compartilяя Кришна-коншенство, так же, как он сделал с его службой к Богу в Галлокар-Виндаване. И об этом знают все преданные санкхиртаны. Это так же то, что сделал Шива Прабхупада. Он делился со всем сознанием Кришны, и это то, чем он занимается в духовном мире. И Господь, когда пришел сюда на этой земле в форме Господа Чайтанима, чем он занимался? Он проповедовал сознание Кришны. И Нарадамуни сказал Кришне, что ты хочешь, чтобы я здесь сидел и писал, и это потребует времени, но я не могу этого делать, потому что на мне проклятие Дакши. И, как мы знаем, у нас есть опыт, что все проблемы в сознании Кришны могут быть решены. И Кришна улыбнулся и сказал Нарадамуни, «Да, на тебе лежит проклятие, что ты не можешь иметь никакой собственности». Но ты должен знать, что Бриндаван не является частью материального творения, и поэтому проклятие Дакши не действует на Враджа. Проклятие Дакши не действует на Враджа, потому что это не является частью материального творения. Несмотря на то, что Нарадамуни достиг этой формы гопи, настроения гопи, служения гопи, но у Кришны были другие планы. И мы всегда предаемся планам Кришны. Как говорил Шаупрапада, у меня есть мои планы, у вас есть свои планы, но у Кришны есть Его планы. И возможно, когда мы оставим этот мир, мы вернемся в Духовный мир, возможно, Кришна захочет, чтобы мы оставались в каком-то месте и проповедовали, и поэтому мы просто предаемся и действуем в соответствии с Его планом. Итак, что же произошло? Он находился в своей прекрасной форме Нарадхакунде с Радхой Кришной и другими гопи. И Кришна сказал, нет. Отправляйся на Нарадхакунду в своей форме Нарадхакунде и опиши состав произведения, описывающие науку предного служения. Итак, Вринда Деви отвела Нарадхакунду обратно в Кусум-Саравару. И она попросила Его снова омыться в этих священных водах. И когда он это сделал, он восстановил свою первоначальную форму Нарадхакунде. И надо помнить, что Его форма также была необычной, она была духовной, потому что Он мог путешествовать как из материального мира, так в духовный, и это невозможно было сделать в обычной форме. Точно так же, как один из моих духовных брахов. Мой духовный брат поделился со мной, когда он был секретарем Швапрапады. Швапрапада говорил, я никогда не хотел идти, отправляться в это ужасное место, имея в виду материальный мир. Кришна попросил меня, чтобы я сюда пришел. И Швапрапада говорил, что я не очень сильно располагался к этим аскезам всем. И Швапрапада сказал, что Кришна сказал, что ты отправляйся, запиши книги, а я устрою все остальное. И это исходило из лотосных уст Швапрапада. Он сказал это. Кришна сказал, что ты идешь вниз, и ты пишешь книги, и все располагаешься. Конечно, Прабхапада поделил так много астериктов, но Кришна сделала обслуживание. Так что, кто Прабхапада в святом мире? Мы не спекулируем. Но, естественно, он Браджбаси. И, как Нирада Муни получил эту инструкцию от Кришны, то же самое, как Кришна сказал Швапрападе, отправляйся и запиши книги. Мы не будем спекулировать, кто является Швапрападом в святом мире. Точно он был в Браджбаси. То же самое и Нараде сказали, отправляйся, Кришна сказал, и состав произведения. На самом деле, мы можем понимать, как горден Швапрападе к Кришне, что Кришна лично выбрал его для этого важного службы, и поэтому распространяя Кришна сознание по всему планету. Вы можете сказать, что он выбран сын. И можно себе только представить, насколько же у Прабхапада был дорог Кришне, чтобы тот послал его в материальный мир, и чтобы тот составил все книги. И можно сказать, что он был избранным сыном Кришны. Когда есть какое-то важное очень дело, задание, поручение, то вы выбираете ту личность, которая обладает необходимой квалификацией, чтобы выполнить это служение, задание. Как мы говорим на английском языке, много званых, но мало избранных. И очень много схожестей именно этой игры, которая произошла с Нарадамуни. В тот момент, когда Нарадамуни уже обладал этим видением, когда он видел Радху и Кришну, в этот момент Кришна сказал, «Ты отправляйся обратно на Радхакунду и составь там произведение». И очень много схожестей. Когда Шила Прабхупада был на прогулке с Бхакти-Сиданой Сарасвати, Кхакурам, тот дал ему указание. Когда у тебя появятся деньги, печатай книги о сознании Кришны. И можно видеть, что такое же произошло и с Нарадамуни. Когда Радхакунду и, вы знаете, вы знаете, у них есть эсотерик пасты. Но Бхакти-Сиданта-Сарасвати-Такур Он говорит о пречении Кришна-Кошна. Он говорит, что если вы получите деньги, то вы получите книги о Кришна-Кошнах. Это очень важно. И эти инструменты мы следимы на дороге к Радхакунду, помогаем Шилы Прабхупаде в совершении Его миссии, Его Духовному Учителю. И это является нашим путем, когда мы помогаем Шилы Прабхупаде в совершении Его миссии, Его Духовному Учителю. И, Вы знаете, сейчас есть Бхадра Пурнама, и, Вы знаете, многие вовы, в нашей социации, Искан, очень busy дистрибулировать на улице, потому что в COVID-19, но они разработали основание, ценностей с звонкой переносить на телефон, или население для людей. И всякий социей рентгеноватства именно на встрече учитывания, потому что Бхадра Пурнамы не слишком далеко, , супер quo, потому что на Стрим Мадбхаку, это написано, что это носительное директор. Это все направлено И сейчас приближается месяц Бадра Пурнима, и в этот месяц многие преданные заняты распространением книг Санкиртаны, и преданные не выходят на улицу распространять книги, но они нашли новый способ, как распространять книги, и они это делают по телефону. Они совершают звонки и распространяют книги, и они практически уже достигли цели распространить 10 тысяч комплектов Шимат Бхагавута. Это делается под руководством моего возвышенного Духовного Брада Байшешикапрабу, и также это делается другими лидерами, и, представляете, достигнут такой цели 10 тысяч комплектов с Шимат Бхагаватом во время эпидемии. И, таким образом, Нарадамуни уже в мужской форме отправился в Нарадаван, и возле Нарады Кунды он составил это произведение Нарада Бхакти Сутры. И, чтобы Прабхапада часть стихов перевел, и после этого он приступил к работе над переводом книги и учения Господа Чайтани. Но мой дорогой брат Гопи Паранадхана Прабху завершил работу над этим произведением, и поэтому у нас есть полная книга, которая называется Нарада Бхакти Сутры. Это очень интересно, каким образом мы все связаны, как Кришна дал наставление Нарадамуни, и как Шила Прабхапада исполняет это указание, как мы вследуем все одной цели, как мы все связаны. И это удивительно, кто такой Шила Прабхапада. И в чем наша связь с Шила Прабхападой то, что мы помогаем, совершаем служением Ему и любым возможным для нас способом. У нас очень много разных видов служения и много разных ответственностей. Но, в основном, в основном, в основном, мы должны быть поддерживаться к распространению Кришна-Conscientу. И в этом случае мы будем просторженаться и рады в Кришна-Conscientу. И у нас много способов сделать это. Но мы делаем наши различные службы в этом случае. Так как у человека у детей, с идеей, что эти дети должны, в том числе, у нас, в день, в санкт-кране, в то время, в санкт-кране армии, в то время, в том числе, в то время, мы все связаны в разных способах. Сердцем миссии является санкиртан — распространение книг Шивопрупады, что делает нашу жизнь счастливой, радостной. Но также есть другие служения, как, например, домохозяева, грехасхи. Они заняты взращиванием детей в надежде, что они станут преданными и будут распространять миссию санкиртана. И мы сохраняем это настроение, когда мы делимся с другими, и это позволяет нам быть энтузиастичными, потому что таково было настроение Шивопрупада, его было настроение делиться. Даже будучи грехасхи, Шивопрупада думал, как можно было поделиться этим разными способами. Это очень просто, если мы служим миссии Шивопрупады здесь, в этом материальном мире, то у нас будет возможность служить Шивопрупаде и Кришне в духовном мире. Это кажется очень просто, но все равно это связано с некоторыми сложностями. И для этого может понадобиться несколько жизней, но ничего страшного. Мы продолжим. Итак, Нарада Муни, как мы можем видеть, это удивительная личность. Интересно, что в Шимат Бхагаватам к нему обращается как к Бхагаван Нарада. Бхагаван Нарада? Да, в Шимат Бхагаватам 4.31.8 говорится. ИТИ ПРАЧЕТАСЯМ ПРИСТО БхагавАН НАРАДА МУНИ Бхагават ЮТТАМА СЛОКА АВИСТАТМА БХРАВИН НУРИПАН The great sage Paitreya continued, My dear Vidura, being thus petitioned by the Pachetas, the supreme devotee Narada, who was always absorbed in thoughts of the supreme personality of Godhead, began to reply. Великий мудрец Майтрея продолжал. Дорогой Vidura, выслушав просьбу, с которой к нему обратились прачеты, великий преданный Нарада, всегда поглощенный мыслями о верховной личности Бога, дал им следующий ответ. ИТИ ПРАЧЕТАСЯМ ПРИСТО БхагавАН НАРАДАУ МУНИ БхагавАН НАРАДАУ МУНИ This muni, the bhagavat terms referring to him as bhagavan, bhagavan narado muni. То есть здесь цитируется, что как этот bhagavan, подобный muni. Великий мудрец Парашара Muni проанализировал термин bhagavan следующим образом. Bhaga means opulence, and van means, it can also mean one who possesses, one who possesses opulences. So, what opulences? Generally, this title is specifically reserved for Krishna, who alone possesses all six opulences – wealth, knowledge, beauty, strength, fame, and renunciation. Слово bhag обозначает богатство. Иван может означать тот, кто обладает. Поэтому bhagavan означает тот, кто обладает всеми богатствами. И этот титул предназначен только для Кришны, потому что только он один обладает всеми богатствами в форме целого богатства, знания, красоты, силы, славы и отречения. У каких-то людей может быть богатство, но у них нет красоты, или у кого-то есть красота, но нет силы. И это Кришна. Поэтому только одна личность обладает всеми богатствами, всем знаниям, всей красотой, всей силой, всей славой и всем отречением. И это Кришна. И поэтому любой, кто претендует на этот титул, он является самозванцем. Так почему же Шамат Бхагаватам дает этот эпитет, как bhagavan, muñi, который является обычной джусой, живой? Он, конечно, особенный, но называть его bhagavan? И Шила Бхарпада дает ответ на этот вопрос в книге «Источник вечного наслаждения». Там написано, что Верховный Господь всегда готов даровать все свои достояния чистому преданному. Даровать все свои достояния чистому преданному. Это означает, что Кришна готов дать все богатство, знания, красоту, силу славы, отречения, все, что необходимо преданному для служения миссиям. То же самое, как правительство уполномачивает своего посла, чтобы быть его представителем в зарубежной стране. И точно так же Кришна уполномачивает своего преданного представлять его в материальном мире. Поэтому иногда мы видим, что преданное действует так же могущественно, иногда даже более могущественно, чем сам Господь. Можно привести пример, что Господь Чайтанья распространил сознание Кришны на одном континенте, но Шила Прапупада проповедовал и распространил сознание Кришны по всему миру. По милости Кришны он сделал это, но так или иначе он, может, к какой-то степени еще более могущественный, чем Кришна. В общем, один из Праппад's д-рагмента, Шри Дхар Мухара, Шри Дхар Свами, very much respected in the Gaudiya Moth, senior devotee. He once said that our Прапупада was a shaktav Boulevard. Shaktav Boulevard means, an individual particularly empowered by Kriшна. And that was seen by Праппад's deeds. И Шрид Харсвами, он говорил, что Шава Прабхупада является особым уполномоченным Личностью Господа, и мы можем видеть это на примере, что сделал Шава Прабхупада. И здесь, в этом случае, мы можем понимать, почему именно так обращается к Нараде, как к Бхагавану, потому что он сделал очень много возвышенных деяний. И будучи таким возвышенным преданным, Нарада Муни является духовным учителем многих великих душ. Среди них такие Личности, как Шрива Весаде, Прохлад Махарадж, Друва Махарадж. Но, возможно, его истинное величие проявляется в том, что он освобождает таких Личностей, как Охотник, Мригарий, Валмики и других. Это самые такие худшие случаи, безнадежные случаи, забытые люди, выброшенные за борт жизни. Одно дело, когда он добавляет последние штрихи, таким преданным, как Весаде, Прохлад и Друва. Но другое дело, когда он кого-то вытаскивал из точной канавы материального существования. И после этого он преображал их первоклассных преданных. И мы даже слышали, что змея приняла посвящение у Нарада Муни. Мы обращались к этой игре несколько раз. Но это было уже давно, и сейчас у нас появились новые слушатели, новые студенты. И однажды змея появилась в том месте, где описывались священные знания, и вот это знание прям попало в сердце этой змеи. И положение змеи, это очень низкое положение, уже дальше опускаться некуда, дальше падать некуда. И у него, у этой змеи появилось желание стать учеником Нарада Муни. Вот это змея, она приползла к стопам Нарада Муни и спросила, могу ли я стать твоим шишья, твоим учеником? Гуру Магарадж, пожалуйста, дайте мне дикшу, дайте мне посвящение. И как господь Читания Махапабуа, мы не делаем никакого различия, мы готовы дать милость всем и каждому. И все являются падшими в этом мире, от самых низших планет до самых высших планет. И Нарада Муни согласился дать посвящение змее. И он, возможно, дал ему имя, Ананта Шеша Дас. И он попросил его следовать четверем регулирующим принципам. И он дал ему никакого мясоедения, никаких интоксикации, незаконных игр, незаконных отношений. И он дал ему пятый принцип – это никого не кусать, не жаль. Говорится, что змеи полны ненависти, и они гневаются. И их сердце полно яда, как говорится, их щеки наполнены ядом, и они иногда кусают людей без причины. Как мы можем видеть, демонические люди, они причиняют вред другим даже без причины. Камса готовился убить свою собственную сестру Деваки. Поскольку змеи очень завистливы, Нарада Муни сказал – никого не кусать. И эта змея, она оставила всю свою греховную деятельность. То же самое, как и мы делаем, когда мы приходим в движение сознания Кришны, мы оставляем все неблагоприятное, принимаем благоприятное. И описывается, что это счастливая змея, которая получила посвящение Нарада Муни, и она ползла через всю деревню. И когда дети увидели эту проползающую змею, они стали нападать, пытались напасть на нее, но она не показывала никакой агрессии. И дети воспользовались этим и начали закидывать ее камнями. И змея приползла к Нарада Муни и сказала – я предавшийся тебе ученик, но люди, они пользуются той возможностью, что я не шиплю и не показываю свои глубокие. И они кидают камни по мне. И Нарада Муни стал очень прямо говорить своему ученику Ананташе Шедасу. И Нарада Муни сказал – я тебе сказал оставить многих разных вещей, но я не говорил тебе отказаться от своего разума. И Нарада Муни сказал – я не понимаю, что ты имеешь в виду? Я не говорил тебе отказываться от своего разума, поэтому когда люди нападают на тебя, покажи им свои клобуки, но не кусай их. Поэтому просто тебе необходимо использовать свой разум. Как иногда люди обвиняют предных и говорят – а вы просто слепые последователи. Нет, предные, они всегда пользуются разумом. Они самые разумные живые существа. Они знают, как безопасно пройти через этот материальный мир и как достигнуть духовного мира. Но какова была моя основная цель? Идея в том, что мы можем оценить возвышенное положение Нарада Муни, и его видят, что мы можем оценить, как огромный Нарада Муни, в том, что он обеспечивает высокого человека, но он также обеспечивает очень слепых людей. Он обеспечивает обе секции общества, высокий и низкий. Он – притчер. Прабхабха сказал – что обязанность первого класса – сделать пятого класса – тоже первого класса. Идея в том, что мы можем оценить возвышенное положение Нарада Муни, и его величие – то, что он освобождал все слои общества, как высшие, так и низшие. И он – проповедник. И Шил Парупада говорил, что обязанность проповедника – сделать человека пятого класса, человеком первого класса. Поэтому нам необходимо всем следовать поступам Нарада Муни. Он является одним из членов. Это он является членом нашей ученической преемственности. Брама получил первое знание, и он передал это знание далее Нараде. Поэтому мы также следуем его настроению. И в наше время в Кали-югу едва ли остались возвышенные души, которые нуждаются лишь в последнем штрихе, чтобы достичь совершенства, но есть множество падших душ. В Ведах говорит с Калао Шудра Самбавах, что все рождаются шудрами. И нам необходимо стать сильными или могущественными преданными, как Нарада Муни, чтобы освободить их. Но в чем заключается настоящая сила? Это духовная сила. И мы можем получить эту духовную силу через Шраванам, Киртанам, через слушание или повторение, через один из любых процессов предуслужения. Если мы подумаем, на мгновение настоящая сила приходит из чистоты. Павлопад дал формулу успешной проповеди. И в чем эта формула? Она очень хорошо, широко известна в Искон, но очень хорошо напомнить себя. Проповедь — сущность. Книга — основа. Практичность — принцип. Чистота — это сила. И на самом деле наша позиция — это просто действовать как посредники милости Кришны, когда мы сможем перепускать через Тебя это послание. Мы никогда не думаем себя, что мы кого-то освобождаем. Нет, мы просто помогаем так, чтобы милость с его Павлопадой освобождала. И я знаю себя, и я не могу никого освободить. Но что я могу сделать? Я могу подвести их к милости Швапрапады, и по милости Швапрапада они могут быть освобождены. И без милости Швапрапада невозможно ничего сделать. Поэтому мы делимся милостью Швапрапады со всеми жителями этого мира. Мы являемся такими посредниками этой милости. То же самое, как электрический провод, который поставляет электричество из одного конца в другой. И существуют различные качества материалов, которые используются в этих проводах. И наука развивается, мы знаем, что какие-то материалы лучше, чем другие. Например, есть свинец и медь, есть серебро и золото. В проводах из серебра и золота это электричество проходит без помех. То же самое, в чистом сердце послание Кришны намного быстрее распространяется. И каждый знает, чтобы быть хорошим проповедником, каждый должен быть хорошей садхакой. Это означает, что 16 хороших раундов каждый вечер. И тогда мы начинаем проработать на улице. Или, мы не можем это делать, сейчас мы приходим на телефон и говорим, «Вы хотите купить шри-мад-бхагватам? Что это шри-мад-бхагавит?» И тогда мы проработаем, что нет ограничений. И хороший сад начинается, когда мы повторяем 16 кругов с утра, исполняем свои обязанности, и тогда мы можем проповедовать. И преданные по телефону поднимают трубку и говорят, «Вот, шри-мад-бхагаватам им отвечают, а что такое шри-мад-бхагаватам?» И таким образом они им объясняют, распространяют книги, и они распространили 10 тысяч комплектов шри-мад-бхагаватам. И мы хотим стать чистыми преднами. Шива Прабхада хотел, чтобы мы тоже стали чистыми преднами. И это та цель, над которой мы трудимся. Но мы не нуждаемся в признании. Мы просто хотим быть хорошими представителями гуру и гауранги. Итак, как же стать чистым? Это ежедневный процесс. Каждый день воспевание наших святых имен должно быть лучше, чем предыдущие. Каждый день мы должны выделять время для того, чтобы читать, изучать книги, либо слушать аудиокниги, мы должны выделять, находить на это время. Как я уже говорил, наш прогресс может совершаться маленькими частями, маленькими шажками. И если мы достигли успеха на каком-то этапе, пускай они большом, мы должны сохранить, закрепиться на этом этапе и никогда не спускаться обратно. И мы служим Шириправпаде, и если мы ему служим, то он очень милостив, и наша вся судьба, она будет находиться в его руках. И поэтому мы помогаем Шириправпаде. В форме воспевания или в форме книг, сейчас мы не можем совместно воспевать, но мы можем распространять миссию «Слава Господа» в форме его книг. The COVID-19, I don't even like to say the word, but the COVID-19 has given us an opportunity to focus again, or to revive, or continue the book distribution, because in the confines of our home, or however long this pandemic goes on, there's no restrictions. The Sankhata movement can still go on, as we've seen devotees doing during this Bhadrapurni marathon. They're distributing thousands and thousands of sets of Bhagavatam by going cold turkey, not cold turkey, going on to the phone. Cold turkey is when you stop your sinful activities. They were going on the phone and encouraging people who know nothing. Hare Krishna, would you like to hear about the Bhagavatam? They're hanging up, hanging up. You get somebody who's, yeah. And then even now we can continue the Sankhata movement. We see it happening. And this Bhadrapurnima. Just a few days left, but it shows it's possible. And because of Covid-19, we don't want to go on the street and предлагать людям книги. But we can call people to call people and offer them книги. Many will be in charge, but they'll find someone who says, yeah, it's interesting. And this month Bhadrapurnima is already finished. Но, тем не менее, люди нашли способ, как можно распространять книги и внести это послание другим. И один из моих любимых стихов. Сарвабхама Бадачарья говорит, что в этот век Кали-юги выполнение служения Святому имени и выполнение служения — это то, что может спасти нас из океанов рождения и смерти. Но, для тех, кто был битнен, by the serpent of samsara, or the effects of Kali-yuga, the remedy for the suffering of being born in Kali-yuga, undergoing repeated birth and death, the remedy for that suffering is to chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Того, кого укусила змея времени, тот может совершать такую деятельность, как повторение святых имен и служение преднам, и тогда он избавится от этого материального существования. Поэтому давайте будем помогать Нарадамуни, другим ачариям в исполнении этого служения. Несмотря на то, что мы говорим Нарадамуни как проповедник в прошлые времена, в прошлые эпохи, но также он является проповедником в Кали-югу. И откуда мы знаем об этом? Однажды, когда Шилапрабхата вел Киртань в Лондоне, и после этого он спросил у предных, предные, вы видели это? Предные обвернулись, посмотрели, видели кого Шилапрабхата? И Прабхата сказал, Нарадамуни и Господь Брама. Предные удивились, сказали, что? Нарадамуни и Брама были на Киртане? Прабхата ответил, да. И предные спросили, а чем они занимались? Прабхата ответил, что они улыбались, когда они видели ваши попытки, когда вы воспеваете святых имен. Но они были там для того, чтобы вдохновить предных. И также мы знаем, что это описывается в Утараканди. Однажды, когда он бродил по планете Земля, он увидел двум каким-то личностям, которые находились в не очень хорошем положении. И он проникся к этим ребятам и спросил, что с вами произошло? И в этот момент очень красиво сияющая личность подошла. И он спросил, а ты кто? И она сказала, я Бхакти Деви. Олицетворенное предное служение. Я — это два моих сына. Знание и отречение. Потому что тот, кто занимается Бхакти, то он будет благословен знанием отречения. Это настоящее знание, настоящее отречение. Они приходят по благословению Бхакти. И это два моих сына, которые страдают. Потому что в Кали-югу никто сильно не хочет, не стремится в обретении настоящего знания и в обретении отречения. И поэтому я страдаю, видя, как они страдают. И это описывается в Падмапуране. Итак, что Нарада Муни сказал Бхакти Деви? Что-то очень важное, что-то очень дорогое преданным Санкиртам. Он сказал, «О, прекрасноликая! Нет эпохи равной Кали. В этот век я лично буду проповедовать о Твоей славе в каждом и в каждом доме, и утверждать Тебя в сердце каждого и каждого человека». Вот моя клятва, Бхакти Деви! Отдавая приоритет фестивалям преданности над всеми формами религиозности, «Если я не буду распространять Твою сладу повсюду на земле, тогда пусть я больше не буду известен как слуга Шри Хари». Живые существа, которые родятся в этот век Кали, будут преданными, которые беспрепятственно достигнут обители Господа Хари, даже если они грешники. И он здесь сказал, что он сделает всех преданными благодаря фестивалям преданности. И он будет… И он будет… И он будет помогать этой Бхакти Деви, чтобы помочь преодолеть невежество этого материала мира. И на наших фестивалях в Польше мы чувствуем большую связь с Нарадамуни, мы чувствуем, что он является нашим предварителем, ведущим, главным, потому что он как раз занят именно тем же, чем и мы стараемся заниматься. И мы надеемся на то, что у нас будет опять предоставлена такая возможность заниматься преданным служением по всему миру. Но мы терпеливо сейчас сидим во Вриндаване и очищаем свое сердце благодаря процессам преданного служения. И в надежде, что в какой-то момент мы сможем выйти к людям и через себя пропустить это чистое послание. И я вдохновляю преданных не останавливаться и продолжаться заниматься проповедью, как, например, преданно нашли новые способы распространения по телефону, и Сан-Кирна должна продолжаться. И когда этот ковид будет побежден, когда ворота все откроются, я буду первой личностью, кто выбежит и снова начнет проповедовать. То же самое, как и предсказывал Нарадамуни. Так, мне сегодня была большая удача, мне понравилось поделиться с вами этими знаниями о Нарадамуни. Все эти события, которые произошли в Нарадаване, на Нарадакунде. Сейчас вы можете слышать, как на заднем фоне звенят колокола Вриндавана. Совершенное окончание лекции. Сегодня у нас пятница, и мы увидимся с вами в понедельник, описывая один из других замечательных лесов Вриндавана. Шри Нарадамуни ки. Ши-ши-гар-нитай ки. Ши-ши-кришна-баларам ки. Ши-ши-радха-shama-sundhar ки. Вриндавана-ешвари-ши-mati-radharam ки. Ши-гулока-vrindavan-dham ки. Я hear E. Ши-ши-радха-shama-sundhar, и я тебе помогу,신я-ba-су-адха-shama-sundhar. Ши-гулока-vrindavan-dhyaya-sundhar. 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 'u- seriously I am a mean thought. Ши-гулока-vrindavan-dhyaya-sundhar. Продолжение следует...